Эффективность выкористания земли фермерами, непрацующая система отепления в жилых домах, порушение санитарных нормов в крамах. Старшин Аблоканкама Геннадь Соловей провел сегодня промоу телефонную линию. За три годины до его звернулись 38 человек. Наши корреспонденты с подробностями. С уликом наявности социальной дистанции перед подшатком работы журналисты звертаются до старшин Аблоканкама с просьбой снять маску для проведения видео и фото с дымок. Геннадь Соловей погаджается. Что тышится непосредственно промой телефонной линии, то перший звонок гушит уже ровно у 9 годин ранец. Фермер с Будокошелевского района просит выделить ему додатковую землю для ведения сельскохосподаршей вытворшести. Вырошит гэтое пытание на узровне мясцовых органов улады не отрымливается. Губернатор обяцает дать отказ празмейзас. Такий термин необходный для того, как провести у районе мониторер ситуации с выкористанием земли фермерами. Некоторые не спешаются убирать урожай. Нехто в Оголе сдае выделенное для ведения вытворшести в Угодзе у аренду. У нас будет собрание со всеми фермерами после 20 декабря. И мы с вами разберемся, кто что хочет, какие сараи и что какие бизнес хотят вести. Я вообще с бизнесом Будокошелевским и фермерским разберусь. Я вас услышал. Некольких из воротов тычутся проблем, которые иснуют помеж суседями. Неди не могут поделить земельные участки. Нехто просит снести по будову, узведенную незаконно. По завагой не застаётся ни одна просьба. Вырошать пытания будут керовники мясцовых органов улады и отповедных службов. Жихар в улице Головацкого с Гомеля скарзится на великую колькость бездомных собак, которые створают реальную погрозу для людей. У Жихара в улице Иренинской областного центра уже больше за тыдень у кватера немаотепления. А с вороты до коммунальников застаются по сутности без реагования. Сантехником с ихним лазил, сливал воду, чтобы воздух вышел со всех батареек. Лили долго, минут 30. Ну, пришёл, вроде потеплели. А ночью обратно. Все холодные. Я пошёл к товарищу ночевать, да и всё. Отповедные дорушения даются одразу после звороту. Яшет до закончения промой телефонной линии. Забовязковой, спровоздающей старшине Аблу Канкама о принятых мерах. Бездомные собаки бегают. И не могут решить вопрос. Ваши там по месяцу начинают вознюют. Сегодня, чтобы собак не было. Пускай себе до дома забирают. Потом по улице Ирынинской, дом 25, уже у 4-го. У Сафронова не греется отопление. И уже с 4 ноября ваши не могут никакой службы справиться. Поэтому дайте поручение. И потом мне сегодня после обеда перезвоните. Жихарка с улицы Перамоги скарзится на работу крамы мясных продуктов. Перелешение проблем, которые створает этот магазин, займает некольких хвилин. Не точно вытяжной вентиляции нет. Нет шумоизоляции у магазина. Нет мойки. Постоянно вонница этого мяса в доме стала стоять. Сейчас начали засыпать туда какую-то отдушку или что. Будет астма у людей. И он же по БТИ давался как под непродовольственные товары. Разбирайтесь, что вы выезжали. Зовите туда коржа и принимайте. Там много вопросов, которые сегодняшний день. И про точно вытяжной вентиляции нет. Шум в ночное время. Я понимаю, прибыльное место. Разбирайтесь, понедельник доложите. И пытание, которое сегодня закранное у всех без выключения. На этом тыдне решением облаканкама на Гомишине уведенный масочный режим. Те будут штрафовать людей при невыкористании масок и где можно ознайомиться с решением. Старшиня облаканкама заполнивая. Гэта упершую чаргу рекомендация и заклик поклопотиться об здоровье. Штрафов никому у нас в области не применяется. Документом я где могу ознакомить? На сайте облаканкому. Мы разместим. Это рекомендательный характер. Просто мы должны беспокоиться о своих родных и близких. Можем про себя не, а про своих родных должны беспокоиться. И упратяг темы боротьбы с коронавирусом. Пытание, якое хвалюе шматкагу. А процовка подъезда у жилых домов дезинфицирующими сродками. Обрабатываем первый этаж и лифты. Вот такая задача мы еще не ставим. Только первый этаж и лифты. Потому что до верха мы все это не сможем пройти. Не успеем просто.